Депутаты Одесского областного совета обратились к своим коллегам из парламента, а также членам правительства относительно недопущения повышения цен на газ и других тарифов на жилищно-коммунальные услуги. За проголосовали все фракции, которые собрались на внеочередную сессию, кроме партии Шария. Среди поддержавших документ были отдельные мнения относительно текста, но они имели преимущественно стилистический и политический характер. Мы посчитали необходимым, сообщая, сделать ряд акцентов. Для начала подчеркнуть своевременные и нужные позиции, которые уже сделаны руководством страны по урегулированию тарифного кризиса. Граничная цена, процедура монетизации субсидий, которая позволит сэкономить минимум 500-800 гривен на одну платежку, а также начатое расследование антимонопольного комитета против тарифных спекулянтов. Я уверен, что Киев сейчас получает десятки, сотни, а почти тысячи субсидий, подобных от каждого населенного пункта Украины. И тогда наступает момент истины, когда люди увидят, чем пусть эти обещания перед выборами отличаются от реальной работы. Все говорят о том, что есть вот субсидии. Вот пусть так, нас на сегодняшний день нужно людям, уже, наверное, с населением 2,5 миллиона в Одесской области, наверное, 2 миллиона уже, 2 миллионам человек уже нужны субсидии. Потому что просто выживать и платить каким-то коммерческим структурам со своей семьи средства, огромные средства. Я не говорю о пенсионерах, которых пенсия 1700-2000 гривен, а платежка приходит на 2,5-2800. Это чистое самоубийство. В облгосадминистрации чиновники, которые присутствовали на сессии, категорически не согласны с утверждением о неэффективности механизма субсидий. В профильном департаменте сообщили, что кабинет министра выделил средства на дополнительные компенсационные выплаты по тарифам для региона, в том числе и для Одесской области. Урядом принята постанова Кабинету министров номер 64, якою введені додаткові заходи щодо минимизации будь-яких наслідков для населення. И, согласно с которым, органи социального захиста уже вчора начали работать списки. И будет людям, которые не получают субсидии, но имеют электрическое опаление, многодетным семьям, в том числе и приемным семьям, детским домом, семейного типа будут додатково нарахованы деньги из государственного бюджета. На сегодня приняты такие деньги, которые уже обеспечены в бюджете, в размере 1,4 млрд грн.